Глобализация — это о том, чтобы определённую очень малую группу стран, а даже точнее очень малую группу людей, которые связаны прежде всего с интересами транснациональных корпораций, подставить над всем человечеством. А остальное человечество списывается и утилизируется разными способами, начиная от пандемии и заканчивая войнами. По принципу, то, что плохо для Москвы, плохо для Сербии, в данном случае тоже срабатывает. Полное уже дно всех международных отношений, их нет уже. Если Украина — это зона горячего сейчас конфликта, то тотальная война ведётся по всем направлениям. Истинную природу этой пандемии понял, в общем-то, прежде всего президент Белоруссии. Боксёры в ринге, они же не санкциями обмениваются. Они обмениваются ударами. Шестая атака и на Беларусь, и на Россию. И Россия, и Беларусь являются крупными поставщиками, по некоторым видам крупнейшими поставщиками продовольствия. Европейские чиновники — это клерки-троечники, которые имеют очень плохое образование. Сегодня уже совершенно очевидно, что заявление о том, что Российская Федерация не собирается менять киевский режим, она, в общем-то, устарела. Невозможно решить проблему на Украине и создание дружественной территории без смены режима. Это совершенно очевидно. Я не завидую судьбе Зеленской и его приближённых. Боломская система — путь на интеллектуальную свалку. Нам это очень важно, перейти совершенно на новый этап развития осознания себя в этом мире и обретение вновь полноценного суверенитета, потому что Боломская система — это отсутствие суверенитета в системе образования. Лена Георгиевна, здравствуйте. Добрый день. Начну с цитаты. «Горе будет роду человеческому, если всех подстригут под одну гребёнку, и люди будут управляться по стандартам, которые будут вырабатываться вне их участия». Это сказал патриарх Кирилл во время встречи, ну или сразу после встречи с главой белорусского государства. Его визит как раз состоялся на этой неделе. Визит многие назвали знаковым. И очевидно, что религиозные деятели каким-то образом должны способствовать умиротворению региона. Что могут они сделать, что делают, а чего, может быть, где-то и не дорабатывают. Наваррское. Ну вообще роль церкви, она во все времена была очень значимой. И, конечно, от личностей, возглавляющих церковные иерархии, это очень много в этом смысле зависит. И, кстати, показательно, какие дебаты развернулись в Евросоюзе по поводу возможности включения патриарха Кирилла в санкционный список. На самом деле Европа стремительно, конечно, возвращается к временам Костров. И здесь можно вспомнить не только Савонаролу, но и многих других религиозных деятелей, которые за свои убеждения, за свои альтернативные взгляды подвергались тотальному уничтожению. И удивительно, что глава дипломатии, который как раз-таки тоже должен заниматься умиротворением и поиском, ну так скажем, иных невоенных и несиловых путей разрешения любых конфликтов, вписался активно за включение патриарха Кирилла в санкционный список. На самом деле это все результаты тех процессов, которые мы наблюдаем, в том числе давление, колоссального давления на православную церковь, начиная от раскольничьей деятельности на территории Украины, на территории Черногории, в других странах, да, создания неких альтернативных русско-православной церкви площадок, и заканчивая персональными санкциями, попыткой персональных санкций. Визит патриарха Кирилла в любую страну и встреча с любым деятелем, это всегда событие мирового масштаба, потому что он представляет не только миллионы верующих, но и является проводником именно гуманистической, гуманитарной направленности. Когда политический лидер обращается прежде всего к понятию «интерес политический», к некому рацию, то религиозный деятель в буквальном смысле является инженером человеческих душ. Он обращается к неким глубинным проблемам, которые волнуют любого человека, неважно какого вероисповедания, а это ценность человеческой жизни, а это возможности самосовершенствования, саморазвития, это вообще сохранение человеческого рода. И когда религиозный деятель встречается с политиками, в частности, если говорить о встрече президента Белоруссии и патриарха, то здесь происходит некая синергия, симбиоз политических интересов и глубинных задач, которые стоят перед любым человеком. Мы прекрасно понимаем, что мы живём в очень сложном и очень деструктивном мире, причём в мире, в котором часто религиозные деятели делают очень многое, что разрушает природу человека, что отдаляет его от Бога. При том, что многие положения, которые проводит православная церковь, они затрагивают интерес атеистов. Мы знаем, атеистов тоже много в мире, и в том числе и в России, и в Белоруссии. Но атеистическое представление в данном случае, которое направлено на сохранение тоже нашего человеческого рода, оно солидаризируется с позицией православия. Прежде всего, это то, что нам дано, но не знаю, для кого-то Богом, для кого-то проведением, для кого-то природой. Правильно? А мы видим то, что западные, я повторюсь, религиозные деятели, не столько даже политики, они уничтожают, в общем-то, человеческую сущность, как таковую, произведённую от Всевышнего или от природы. Так вот, более того, уничтожаются, мы знаем, вообще уничтожаются системы международных отношений, сложившиеся на протяжении последних десятилетий политические институты, которые худо-бедно позволяли урегулировать глобальные конфликты. А та фраза, которую вы привели в качестве цитаты перед началом нашего разговора, в общем-то, является некой критикой процессов глобализации. На самом деле глобализация — это не о том, что сделать всех счастливыми в равной мере. Глобализация — это о том, чтобы определённую очень малую группу стран, а даже точнее очень малую группу людей, которые связаны прежде всего с интересами транснациональных корпораций, поставить над всем человечеством. И в этом смысле мы как раз-таки наблюдаем тот звериный оскал глобализации, который проявляется в том числе в тотальной сегодня войне, которая развернула интегральный Запад против России и Белоруссии. Потому что нас-то питали последние, по крайней мере, три десятилетия утверждениями о том, что мы все будем жить в едином, неделимом, равном мире, мы будем путешествовать где угодно, работать где угодно, мы, соответственно, будем пользоваться всеми, в равной степени всеми благами цивилизации. Но на самом деле получилось так, что есть некое глобальное ядро, вот эти глобалы, а остальное человечество списывается и утилизируется разными способами, начиная от пандемии и заканчивая войнами. Когда сегодня Украина действительно превратилась в полигон по апробации разного рода вооружений, начиная от утилизации старого советского и заканчивая суперновейшими, которые поставляет Запад, и которые используются для того, чтобы как можно большее количество мирного населения уничтожить. И в этом смысле, конечно, визит Патриарха — это создание новой публичной площадки для обсуждения очень важных тем, в том, что мы есть, кто мы есть. Мы люди или мы все больше скатываемся к понятию нелюдей, недочеловеков, потому что то, как себя ведут представители нацбатов на Украине, это даже уже переходит все границы, известные нам по ИГИЛ, по действиям ИГИЛ. В частности, был сожжен скит православный националистами. Вообще, если в русской истории в самом начале монах одновременно был воином, то уже на протяжении столетий монахи — это прежде всего люди, которые приносили умиротворение, а сейчас против них направлена такая агрессия. И я надеюсь, что, конечно, церковь всё равно, несмотря на всё давление, православная церковь имеет вес в мире. Но, конечно, сегодня мы пожинаем плоды, наверное, нашей недоработки, в том числе и русской православной церкви. Некого, так скажем, соглашательства с тем давлением, которое и распространением своего влияния, которое осуществлял католицизм, с неким, наверное, не всегда умением выстроить нужное взаимодействие с православной паствой, может быть, отсутствие какого-то необходимого диалога на протяжении вот этих всех лет. Вот если говорить о том, что было не сделано, вот это, наверное, было не сделано. Поддержку, которой нуждалась православная паства, наверное, не в полной мере осуществляла РПЦ на протяжении не только восьми лет, а вообще. Мы помним гонения на православных в Сирии, уничтожение фактически православных в Египте после арабской весны. И таких примеров ведь много можно привести. Поэтому активность в публичном пространстве православной церкви, она, конечно, должна быть несколько иного градуса. Но в то же время, как возможность налаживания неких мостов, я не хочу слово использовать переговорных, потому что этот процесс, он очень политизирован, вот, но вот неких площадок для выслушивания, знений альтернативной стороны, это, конечно, должно быть. Недаром в современной сети, в социальных сетях все активно популярность приобретают многие батюшки, которые на очень понятном языке разъясняют современную мировую политику. Так что к визиту патриарха, конечно, очень большое внимание. И я хотела бы, чтобы активность русской православной церкви была на градус выше. Православные страны. Македония, Болгария, братушки наши, и черногорцы, которые любили говорить, нас черногорцев сколько там, 500 тысяч или 400, но с русскими нас 150 миллионов. Эти три страны закрыли небо для министра иностранных дел России Лаврова, который собирался с визитом в Сербию. В итоге мы уже знаем, что он вообще туда не полетел. Что это было? Здесь несколько сошлось причин. Первый момент, который лежит на поверхности, это то, что страны балканские, которые являются членами Евросоюза и которые не являются таковыми, но являются членами НАТО, если взять Черногорию и Македонию, то они не являются суверенными. Есть место на карте, есть табличка в ООН, но суверенитета, независимости или, как говорят политологи, самости внутренней и внешнеполитической нет. Это связано с природой возникновения этих политий, как я их называю, поскольку нет самостоятельности, и с природой тех режимов, которые ими управляют. Под влиянием не столько, может быть, Евросоюза и НАТО, но конкретных групп в Брюсселе, Вашингтоне и в Лондоне, я бы добавила, эти решения принимались, поскольку нет самостоятельности, а все лидеры этих государств, они находятся на коротком поводке у Вашингтона, Брюсселя и Лондона. И это связано, как я уже сказала, с природой возникновения этих политий. Дело в том, что руководство, не важно, Черногории, Македонии, Болгарии, но не просто проходило в свое время обучение в разного рода структурах, университетах, НКОшках западных, но в 90-е годы, когда формировалась новая, в кавычки поставим, демократическая власть этих республик, руководители, которые сегодня занимают посты, они были плотно вписаны в разного рода криминальные и УПГшные схемы. На Милу Джукановича, который вроде бы формально сегодня не у власти, но в то же время он контролирует всю республику и его компанию, поэтому надо говорить, Джуканович и КО, в руках весь криминальный бизнес. И это не только торговля сигаретами, на которых он поднялся, будучи в свое время успешным комсомольцем, а потом коммунистическим лидером в условиях санкций против Союзной Республики Югославии, но это торговля вооружениями, это, главное, наркотрафик. То же самое можно сказать про большинство руководителей Болгарии и Северной Македонии. Досье на этих персонажей лежит в соответствующих структурах, и если они хоть чуть-чуть дернутся и будут не выполнять указания сверху, то, соответственно, это может быть предано в публичное пространство. Вот эта несамостоятельность – это одна из главных причин. Второй момент – это внутрибалканские дела, которые направлены на, в общем-то, Сербию как главную региональную державу, и по принципу то, что плохо для Москвы, плохо для Сербии, в данном случае тоже срабатывает. Здесь имеют место и давние исторические обиды, и современность, потому что по экономическому потенциалу, конечно, Северная Македония или Черногория, но вообще ни в какое сравнение Сербии не идёт. И ещё очень важный момент, мне кажется, что эта отмена визита, она показывает нам способ влияния на Сербию как главного вот этого балканского игрока. То есть Сербия – это как в своё время, я в какой-то статье написала, что Сербия – это главный партизан в тылу НАТО. Вот этот вот партизан, причём не только сама Сербия, но обязательно нужно понимать, что есть ещё один сербский анклав, это так называемая единица, интитет Боснии и Герцеговена, республика Сербская, которая ещё даже более русофильская, чем, собственно, официальный Белград, потому что в Сербии всё население поддерживает Россию. Рейтинги, например, президента Путина по всем соцопросам выше, чем рейтинги Александра Вучича. И в этом смысле он даже немножко, может быть, ревностно к этим итогам соцопросов относится. Но на официальном уровне он всё-таки более хитрую позицию занимает. А вот официальная позиция Республики Сербской, она полностью солитаризируется с мнением сербского населения этого интитета. Так вот, вот этот вот удар по Сербии и сербству, как в смысле того, что будете особо дёргаться, мы ещё что-нибудь придумаем. И то, что давление колоссальное оказывается сегодня и на Вучича, и на руководство Республики Сербской, это уже, что называется, к бабке не ходи. Сам президент Вучич об этом говорит неоднократно. И как ему удаётся, начиная с 2014 года, вообще руководству Сербии, не вводить антироссийские санкции, это нужно только удивиться его, наверное, политическому мужеству, вёрткости, хитрости, наверное, тоже. Потому что вот эта вот возможность превращения, например, Белграда в некий хаб, некий мост, соединяющий агрессивно русофобскую Европу и всё-таки Россию, как вот переговорная площадка, как некая аналогия с Минском, в условиях обострения тех или иных конфликтов, она вполне могла бы работать. Но здесь вот вступает в конкуренцию уже и Стамбул, как мы понимаем, да, и в то же время вот возможность пригасить, придавить вот эту вот независимость Александра Вучича. То есть лишить его возможности проведения самостоятельной внешней политики. Чем отличается куперство? С кем хочу, с тем и разговариваю. Кого хочу, того и приглашаю. А теперь он что, должен звонить в Брюсселе или в Вашингтон, и говорит, а можно я приглашу, там, скажем, Си Цзиньпиня к себе, да, на переговоры? Ну, очевидно, от него этого и хотят. Это полное уже дно всех международных отношений. Их нет уже. Их нет. И вот тот раздел Югославии, который произошел, мы видим, Сербия действительно получилась в окружении. К ней это никак невозможно даже подлететь. Ну, условно говоря, даже если бы там через Турцию, через Адриатическое море лететь, но все равно нету с моря даже подлета к Сербии. Потому что у нее нету выхода к морю. И вот это вот враждебное окружение, конечно, демонстрирует в том числе Сербии ее место. Это очень важный момент. Это очень еще и опасный момент, потому что сербы, ребята, такие. Они, в общем-то, тоже медленно запрягают, но потом очень быстро едут. В этом смысле, конечно, мы уже в эти дни не раз вспомнили Федора Михайловича с его правительским дневником писателя, где он говорил о том, что вот эти вот маленькие европейские народы, которых мы освобождали, которых поддерживали, кстати, не лишне напомнить тем же современным черногорцам и их правителям о том, что в свое время в бюджете Российской империи была отдельная строка на содержание Черногорского двора. А черногорские княжны еще надо разобраться в их активной деятельности накануне Первой русской революции и то, как они себя вели и сколько вреда они принесли, между прочим. Но это к слову. Я думаю, что мир начинает совершенно трещать по зонам. Если Украина — это зона горячего сейчас конфликта, то тотальная война ведется по всем направлениям. И, конечно, она будет продолжена. И нужно искать не зеркальные, а, наверное, совершенно альтернативные меры воздействия на то недружественное окружение, которое сложилось вокруг России и Беларуси. Вопрос о выживаемости Европы, прежде всего, но и мира, естественно, связан с тем, что не надо в себе в ногу стрелять, не надо вводить такие меры, которые создают проблему. Кстати, по поводу вот этих вот всадников апокалипсиса, как вы знаете, да, скажем, это пандемия, это война, это голод и потом смерть, как несколько лет назад на титуле журнала «Икономист» они были изображены. Так вот, мои коллеги недавно провели анализ докладов Всемирного экономического форума, известный как «Давузский форум». Вот это тоже, скорее всего, такая ОПГ-шная структура. Их доклады за 8 лет и пришли к ужасному выводу, что все прогнозы сбывались. Когда заговорили о, так скажем, пандемийной угрозе, о необходимости сокращения, в общем-то, народонаселения и так далее, все мы получили коронавирус. И истинную природу этой пандемии понял, в общем-то, прежде всего президент Белоруссии, когда соответствующим образом вел себя в условиях этой пандемии, да, и говорил об этом публично. Если говорить о голоде, то, соответственно, тоже все в этих вот докладах Всемирного экономического форума. Поэтому, когда они нам втирают про устойчивое развитие, зеленую экономику, нужно четко понимать, что это фасад. А за фасадом это уничтожение целых социальных групп, поскольку они включены в реальную, например, экономику и так далее. То есть вот этот вот демарш балканских стран, он вскрывает в очередной раз ту стратегию, которую интегральный Запад имеет в отношении стран, которые не подписываются под их докладами, не подписываются под их повесткой, а хотят сохранить свою самость, которые хотят сохранить свой культурный код и хотят сохранить себя, если возвращаться к разговору о патриархии, себя человеками, людьми с самым глубинным содержанием этого понятия. Ну, пожелаем нашим сербским друзьям и братьям, в общем-то, стойкости и вучащим в том числе. Шестой пакет санкций. Долго очень согласовывал Евросоюз, что там должно быть, как он должен выглядеть. В итоге это такое отложенное барго нефтяное. Хотя вот, опять же, слово санкции, просто привыкли к нему. Мне оно категорически не нравится, когда речь идет об отношениях интегрального Запада, как вы говорите, и России, и Беларуси, ну, и этой части планеты. Почему? Поясню. Боксеры в ринге, они же не санкциями обмениваются. Они обмениваются ударами. А санкции на них может наложить кто? Рефери. Видите? Какого-то наказания дисциплинарного. В нашем случае судьи нет. То есть у нас идет обмен ударами. Это экономическая война. Шестая атака. И на Беларусь, и на Россию. А пока все это приходит к ним бумерангом, мы видим удорожание и топлива, и коммуналки, и продуктов питания, ну, всего чего только можно. Наплыв беженцев, опять же, очередной виток. Россия еще в глобальном смысле, как мне кажется, не отвечала на эти удары. В России, по моим ощущениям, есть какие-то очень серьезные тузы в рукаве в этой игре, которые еще не вскрыты. Что это может быть? И Россия, и Беларусь являются крупными поставщиками, по некоторым видам крупнейшими поставщиками продовольствия. Можно, конечно, не предлагать там, да, соорганизовывать коридор, а просто сказать, что мы будем продавать все свое зерно Африки, условно говоря, да, или все, весь свой подсолнечник, там, скажем, на Ближний Восток, пожалуйста, или там, скажем, всю молочку будем продавать также развивающимся государствам. Это все можно сделать. Атомная энергетика – это совершенно особая статья. Это просто суперзависимость Европы от урана, обработанного и отходов соответствующих, и обслуживания атомных электростанций. Причем не только Европы, в том числе и украинских атомных электростанций. Это, конечно, энергетика, электроэнергетика. Это целая серия сложных металлов и, соответственно, химических удобрений, например, и так далее. В частности, вот когда я услышала о том, что санкции против Беларусской Алии ввели, но, ребята, вы о продовольствии заговорили? Так почему же вы действительно вводите такие... Ну, с Беларусь-Калем, да, очень интересная история, потому что еще до начала всех спецопераций, когда только, я очень хорошо запомню, только разговоры кто-то завел, что вот надо бы к Беларусь-Калле какие-то рестрикции, часто употребляется это слово, ввести, и рынок мировой сразу отреагировал скачком цен. Вот моментально. Только разговоры, еще действий не было. Тот же космос. Но мне кажется, важно определиться в понятийном уровне. И вот вы совершенно правильно сказали, что не санкции это, а именно бой, который происходит между государствами просто на разных уровнях. И почему европейские именно чиновники это принимают? Например, американские вот эти вот удары экономические, они совсем иного рода. И, например, Россия сегодня является тоже одним из крупнейших поставщиков нефти для Соединенных Штатов. И по целому ряду параметров мы видим, что мы там прекрасно представлены, начиная от наших игроков в НХЛ, которых никто ни в коем случае, скажем, не оскорбляет с русофобствующих позиций, заканчивая экономическими моментами. Это очень интересный взгляд вот такой. Так вот, говоря о... Ой, почему такие санкции принимает Европа? Потому что европейские чиновники — это клерки-троечники, которые имеют очень плохое образование. Это первый момент. Во второй момент — это тоже... Вот это именно чиновники посаженные для решения конкретных задач. Вот что им говорят, то они, собственно, и делают. Но, конечно, есть совершенно отмороженные в своей русофобии политики. Это их там... Мы знаем конкретные страны. Это прежде всего там поляки, например, да. А остальные могут быть вот именно необразованными людьми. Но самая главная проблема, что ими управляют кукловоды. Вот тот рефери, который нам не виден, он как раз-таки и говорит, кому нужно свистнуть, кого поставить на место и так далее. Здесь мы подходим к тому, что не любят очень многие, например, академические исследователи. Это конспирология. Они говорят, ой, это то, что вы говорите про тайны закрытые общества, про там группы влияния. Это все конспирология. Да ничего это не конспирология. Конспирология на самом деле — это строгая наука, которая показывает, какие конкретно люди, какие конкретно семьи, кланы управляют мировой политикой. И они не всегда видны. И поэтому очень важно знать семейную историю каждого конкретного человека, каждого конкретного персонажа. И почему, например, тот или иной лидер в конце концов оказался на вершине политической власти. И, естественно, вот эти вот теневое управление, теневое в том смысле, что мы его не видим, оно в публичном пространстве, не представлено, оно осуществляет управление и убивает Европейский Союз. На самом деле, то, что мы сейчас наблюдаем, это начало уничтожения Европейского Союза. Первая ласточка — это пандемия была. Сейчас вот этот вот украинский кризис и санкции, и все, что с ними связано, и миграционный кризис, и так далее, и так далее, это все работает на убийство Европейского Союза. И, кстати, очень активно себя ведет Лондон по целому ряду направлений, которые создают свою зону. Он пытается создать свою зону макроэкономическую. В частности, не случайно был визит Бориса Джонсона на Украину. И не случайно он, несмотря на колоссальное недовольство его политикой, он вчера преодолел вот этот вот вот умнедоверие и продолжит свое премьерство. Потому что он совершенно не случайный человек там. И на него завязаны очень большие люди, которые заинтересованы в расчищении не только территории Украины, но расчищение Европейского Союза. Его нужно сломать. И будут ломать, конечно, несколько лет, но все равно его сломают. Поэтому мы с одной стороны удивляемся, как же так, европейцы такие глупые, они такие санкции принимают, которые им в буш. В том-то и дело, что не можешь найти объяснение нормального, адекватного, зачем вы это делаете во вред себе. Вот простой вопрос. Ответа нет. Так они не во вред себе, они выполняют указания. И дальше они уедут на какой-нибудь остров, где будет и пресная вода чистая, и экологические продукты. А Европа погрязнет вот в войне хаоса, грязи, там, скажем, сравнимого с темновековьем периода. К Украине все, о чем мы говорили, так или иначе, вот сошлось прямо на этой территории. Мы помним долгую историю переговорного процесса, который начался, там первые раунды начались в Минске, затем это была Турция, по скайпу люди общались между собой. И после какого-то момента украинская страна просто начала уходить от переговоров. Просто. Сейчас многие говорят о том, что, в общем-то, для России где-то это и хорошо, что тогда они согласились на те условия, на которые, в принципе, уже были готовы. Сейчас ставки поменялись, и если тогда речь шла только о том, что Крым, ДНР, и ЛНР, то сейчас уже мы читаем о том, что и Запорожье, и Херсон уже не обсуждали. Россия не собирается даже обсуждать. Это закрытая тема. То есть мы уже понимаем, что это уже точно не Украина. Что будет дальше? И вообще, есть ли смысл, на ваш взгляд, вести какие-то переговоры с тем режимом, который сейчас, потому что все это время абсолютно не самостоятельность, на мой субъективный взгляд, они демонстрируют в этом процессе? Ну, это не только ваш субъективный взгляд. Об этом прямо сказал в интервью радиотелевидении Республики Сербской министр иностранных дел России. Он же сказал, что Украина это разменная монета для Запада, и переговорный процесс нивелирован, потому что, в общем-то, там кураторы ведут главную игру, и с чем мы, с кем мы, и о чем там, скажем, разговаривать, совершенно непонятно. У меня с самого начала к переговорному процессу было крайне настороженное, негативно настороженное отношение, потому что полной информации о деталях переговоров, основаниях мы не имели, на основании чего будут заключаться какие-либо соглашения, мы не знали, и это вносило, в общем-то, серьезное размышление в умы общества, и в том числе аналитиков, и так далее. Наши, там, скажем, ребята гибнут, гибнут мирные люди, где будет поставлена, скажем, точка в переговорном процессе, они тоже должны знать, они имеют на это полное право, потому что они своими жизнями рисковали. Поэтому, не имея такой информации, конечно, очень сложно относиться было к переговорам спокойно. Более того, видя фигуры, которые представляли ту сторону, в общем-то, как и российскую сторону, тоже вопросов было достаточно много. И когда эти переговоры стали сбиваться, в общем, я пришла к выводу, что украинский режим все сделает за нас, и принцип чем хуже, тем лучше в данной ситуации срабатывает. Дело в том, что сегодня уже совершенно очевидно, что заявление о том, что Российская Федерация не собирается менять киевский режим, она, в общем-то, устарела. Невозможно решить проблему на Украине и создание дружественной территории без смены режима. Это совершенно очевидно. Переговорный процесс возможен, с моей точки зрения, только либо при полной капитуляции действующего режима, который зафиксирует просто положение вещей, либо полное занятие всей территории. Но, конечно, мне легко рассуждать за столом в своем кабинете, когда люди сражаются на земле буквально за каждую пять. Это немножко все по-другому. но я надеюсь, что здесь именно усилия, связанные с экономическими параметрами, с политическими, военными, они все в общую копилку идут, и в конце концов будет достигнуто единственное правильное решение нашим руководством, что все эти усилия, которые были брошены и ребятами на земле, и, главное, нашими народами, всех наших стран, Россия и Белоруссия, мы же все стали заложниками вот я вам скажу, и народ Украины тоже в заложниках сейчас. Да. Украинские дети точно такие же дети, как и наши дети. Это совершенно особая категория, которая должна быть суперповышенное внимание, и поэтому здесь переговорный процесс рано, рано, наверное, говорить о переговорном процессе. Самое интересное в этом всем, как мне кажется, по риторике, которая особенно в последние дни пошла со стороны уже Запада, что России, мне кажется, даже ничего не придется делать для того, чтобы сменить режим на Украине, и армия, естественно, будет выполнять свои задачи, но если уже высшие должностные лица, например, в Венгрии, говорят открыто, что у Зеленского проблемы с психическим здоровьем, ну, это звоночек. Просто так. Я не думаю, что даже если... Они, конечно, оскорбляют всех, и помните, как и Шольца обзывали колбасой, там, не помню уже, какой, еще как-то. Почему-то до сих пор и посол находится в стране. Сона Нонграда 24 часа, все, после оскорбления главы государства. Ну, видите, им позволяют это делать до какого-то момента, но сейчас уже, мне кажется, они приходят к пониманию того, что это не очень адекватные люди, и там каши с ними не сваришь, и, скорее всего, их просто сольют сами же... Сами же те, кто сегодня говорит им, что делать. Ну, у меня такое ощущение складывается. Ну, пока они будут нужны, они будут их пользоваться. Вот, в качестве примера приведу вам фигуры алманских боевиков, раз мы тут говорили с вами о Балканах. Это Хашем Тачи, который был и президентом, и премьером в самопровозглашенной республике Косово, и Рамуш Хардинай, который это вообще еще тот, что называется, персонаж Ламброза отдыхает даже по физиогномике, все понятно, и множество других полевых командиров, которые после кризиса надели костюмы от Бриони. Они долгое время занимали государственные посты, поскольку они были нужны для нормализации наркотрафика, который шел через военную базу американскую Кэмпот Стил из Афганистана. Это крупнейшая военная база на Балканах, и даже она конкурирует с авианной базой в Италии. Так вот, это целый город на самом деле. По мере изменения ситуации на Балканах стали потихоньку изымать этих людей из политической сферы, и в частности очень странное, конечно, там было действие, связанное с вызовом Хашима Тачи в ГАГу, но это не тот суд международный, который под Эгидеон, это несколько иная структура, но тем не менее публичное пространство, пошел посыл, что его тоже все-таки могут осудить. Но пока они им еще нужны. То же самое мы можем говорить и о многих других политических деятелях, начиная от, так скажем, африканских лидеров, через которые французская аристократия отмывала деньги, торговала алмазами, и латиноамериканских диктаторов, через которые действуют в Европе. что латиноамериканских, Елена Георгиевна, Светлана Тихановская до сих пор живет за какие-то средства в Литве, хорошо одевается, кто-то финансирует все это дело, то есть она там кому-то еще нужна. Да, да, потому что маленькая какая-то проблемка, ее сразу вытащат. Так что вот таких политических фигур, которые жили по всему миру и продолжают жить, ожидая своего часа, может быть, она никогда больше не вылезет вообще на свет. Но ее вот держат на всякий случай. На всякий случай, да, это возможно. Это возможно. Но как только надобность изменится, я не завидую судьбе Зеленской и его приближенных. Но судя вот по тому, как развиваются ситуации, скорость изменения настроения Запада в отношении киевской фунты зависит от успехов нашей армии на земле. И, конечно, от жесткости политической риторики, жесткости политического руководства России. И потому что общество, мы хорошо знаем, полностью поддерживает и даже общество ожидает большего, вот так скажем, эмоционально-символического накала. Вот, в частности, несколько дней назад Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды», который находился с первых дней начала спецоперации в Пекле, он приехал в Москву и разразился вообще постом. Удивление того, что он в Москве не увидел того, что он ожидал увидеть. А что имеется в виду? Это билборды, это символы ЗЭП. То, что есть в Воронеже, в Ростове, вот, в приграничных районах. Это как будто, говорит, я приехал в город, который самоизолировался от страны и который ведет специальную военную операцию. Вот мне тоже не хватает кумача, мне не хватает плакатов о героях, мне не хватает символики на поездах московского метрополитена. Но раз мы ввязались в эту вот ситуацию, мы и все общество, большинство поддерживает это, но это должно тогда присутствовать в медийном и социальном пространстве. Ну и еще конкретные шаги тоже должны быть. Я почему вот совершенно недавно беседовал с, наверняка вы знаете, кто это такой, Андрей Лысенко, это очень известный волонтер, сам он из Донбасса, и он каждый день ездит вот в эти вот опасные зоны, привозят людям воду, медикаменты, там, еду. Со всей России и Белоруссии приходят к нему пожертвованиям, это все туда вот с риском для жизни, собственно. И он очень смущался, и я понимаю, что не только он, а все жители Донецка, что уже сколько идет военная операция, а в Донецк до сих пор прилетают снаряды, и гибнут люди. Я как раз по этому поводу разговаривала непосредственно с военными, с артиллеристами. Конечно, здесь что мы должны сказать, что против Града нет систем ПВО, Град только нужно уничтожить, чтобы он не стрелял. Но у Града максимальная дальность 50 километров. Это первый. Второй момент. Мы должны прекрасно понимать, что наводкой занимается вся армада НАТО. Если мы сами занимаемся наводкой, и у нас только на себя мы можем положиться, то там работают все спутники НАТО. То есть это война на самом деле с интегральным Западом. Все это так, но простых людей тоже можно понять. Они ожидали, что вот сейчас все изменится в их жизни. Они 8 лет терпели каждый день эти взрывы и бомбежки. И вот оно все продолжается. И они ждут этого гораздо больше, чем мы с вами, поверьте. Да, Но каждое такое сообщение это, конечно, сердце в кровь. Поверьте, если вот кто нас слышит, что мы искренне переживаем. каждый на своем посту, и я, и вот вы, Юрий, и ваши редакции, мы стараемся приблизить тот момент, когда уже никакой снаряд не полетит ни с какой стороны. Мы стараемся это делать. Хотелось бы, да, чтобы это на самом деле наступило побыстрее время. Еще один вопрос, который не могу не задать вам как преподавателю и белорусские и российские вузы прекратили участие в баллонском процессе. Много рекламировали, как это важно, нужно, полезно, по итогу, как есть. На ваш взгляд, и как ученого, и как преподавателя, мы что-то теряем от этого или наоборот приобретаем? Могу сказать, что я была с самого начала критиком баллонской системы. У меня даже одна статья так называлась «Баллонская система путь на интеллектуальную свалку». Мы мало что приобрели в плане формирования человека с широкой картиной мира и гражданина своей страны. Вот в этом смысле мы мало что приобрели. Но каждый конкретный человек, который включался в баллонскую систему, он что-то приобретал для себя, чем, собственно, и купилось это все. Но появилась целая армия чиновников, которые обслуживают этот баллонский процесс. Это было удивительно наблюдать за этим. Начиная от тех людей, которые стали вбивать элементарно рейтинги в компьютер, потому что изменилась система оценивания. Я не знаю, как в Беларуси, но у нас сейчас три оценки. Это традиционная пятерочная система, которая была. Это одна графа. Вторая это буквенные. Я причем всегда путаюсь, потому что буквенные соответствуют процентам еще. И если пятерка это а от 90 до 100, это можно запомнить, то четверка уже двухбуквенная и там разные, и тройка тоже двух и даже трехбуквенная и есть меньше 60% это уже двойка. Вот эти люди, которые и заканчивают теми, которые разрабатывают целые там программы, направления, в министерстве это курируют и тому подобное. Это целая армия чиновников. Второй момент, это люди, которые чем купили прежде всего, да, тем, что вы получаете двойной диплом, например, закончив бакалавриат в России, вы можете поступить в магистратуру на Западе и, соответственно, получить разные подходы и вы можете там остаться работать. Вот здесь вот ключевой момент, что Болонская система создавалась на самом деле для того, чтобы максимально значимые кадры, мозги фактически получать себе за счет образовательной системы каждого конкретного государства. В общем-то, базу-то все равно закладывается в национальном государстве, это тот же бакалавриат прежде всего. И получается интересный момент, что мы готовим специалистов, которые остаются работать в другой стране. Бакалавриат для России, я не знаю, может, такие примеры есть, но я не знаю ни одного примера, когда бы иностранец, получив бакалаврский диплом, приехал сюда, отучился и остался у нас работать. Ну, если там Карейбу какого-нибудь не считать, который подвязался быть экспертом на российском телевидении, если считать это его работой, обратная ситуация, огромная, но вы по Беларуси знаете, очень много белорусских студентов выезжают и остаются прежде всего в Польше и в других странах. со стороны студентов я слышал какую аргументацию, что здорово в том плане, что ты можешь поехать в любой университет Европы и там ты захотел поехал во Флоренцию, условно говоря, там поизучал что-то, тебе хватило, ты поехал в Париж, но это такая вот... Нет, я понимаю, для молодого человека наверное это хорошо в точке зрения приобретения какого-то опыта, да, жизненного в том числе, но только в этом плюс. Да, так вот, Юр, это то, да, самая главная проблема баллонки этой, на самом деле, баллонки, потому что даже до серьезной собаки этот процесс не дорос. Так вот, самая большая проблема в том, что она была предложена для того, чтобы у людей, которые ее проходили, не было системного образования и не было вот той широкой картины мира, которая формировала, кстати, очень хорошее советское образование. Вот советское образование формировало человека-творца, а здесь студент имел возможность сам себе набирать какие-то кредиты, сам себе вот эту вот палитру формировал. Здесь послушаю, здесь послушаю, тут съезжу, вот сюда съезжу. Это полный разрыв системного подхода. А значит, этим человеком очень легко управлять. Да, он единственное получал, плюс это знание, хорошее, очень часто знание иностранных языков. Но наши студенты, которые отучившись в МГИМО, например, или в МГУ, вот эти вузы, я очень хорошо знаю ситуацию, получив здесь образование, и когда они ехали по обмену и либо получив магическую программу в европейских вузах, они все, как в один, говорили о том, что, во-первых, даже знание языка не дается, потому что преподавание, как правило, идет только на английском. Если я приехала в Италию, хочу изучить итальянский, то это моя личная проблема, потому что я там слушаю курсы только на английском. То же самое там рядом вузов во Франции, в Германии и так далее. И второй важный момент, это то, что качество образования в России в ведущих вузах, и я повторяюсь, МГУ и МГИМУ, на порядок выше, чем вот в европейских вузах. И они говорят, мы ничего нового не узнали вообще по научным направлениям нашим. И плюс это тотальная идеологизация, которая дается в западных вузах. Притом, это мне рассказывали не только наши российские студенты, но и студенты из балканских стран, потому что они раньше попали нас в эту систему. Но условно говоря, если ты пишешь диплом по ситуации там, скажем, на Балканах, ты, естественно, не можешь осуждать бомбардировки Югославии. Ты должен сказать, что это была вынуждена мера борьбы с сербским национализмом. Вы представьте сербу это сказать, чтобы он такой написал. И они, естественно, вступали в конфликт с преподавателем, и некоторых из них отчисляли. они вынуждены были переподицией. Кого-то осчисляли, кто-то вступал в конфликт, а кого-то и ломали через колено. Это тоже надо понимать. Кого-то и ломали, потому что нужен диплом. То есть тотальная идеологизация была не сейчас, она была всегда, как только была создана эта баллонская система. И еще очень важный момент. Формирование космополитического взгляда, отсутствие гражданской позиции, чем тоже должно заниматься образование. И вот результаты этой баллонии мы ощутили в России первые же дни начала специальной военной операции, когда многие выпускники вузов, прошедшие вот эту баллонию, они как раз-таки стали реанными оппозиционерами и фактически стреляли и интеллектуально стреляли в спины российской армии. Вот что важно. То есть это не просто поехал, поучился, а это картинка с дальним прицелом. Это не просто уничтожить систему образования, но уничтожить гражданственность. Вот что важно. Но здесь другой момент сейчас мы с вами обсуждаем. Нас, во-первых, исключили с баллонской системы. Мне бы, конечно, больше по душе было, если бы мы сами из нее вышли. И получается, что мы оказываемся в ситуации перехода на, как сказал министр Фальков, уникальной российской системы. Но у меня сразу несколько вопросов. Первый, кто будет эту уникальную систему формировать? Те люди, которые сейчас оказываются не уделой за слома баллонской системы, они другую систему формировали. Это первый момент. Второй момент, связанный с тем, каковы основы этой новой системы будут. При том, что вуз это уже высшая ступень, но надо начинать это все со школьной скамьи. Вот у нас, например, самый трудный вопрос для политологов четвертого курса, это сколько союзных республик было в СССР. Вы понимаете, в чем? Они прекрасно знают все западные концепции этого политолога. Они тебя будут цитировать Вебера, Лассуэлла, Ауманда и не к ночи будет помянут Хантингтон. Но они не знают историю собственной страны, поэтому для них и удивление вызвало даже открытие, кто внимательно прослушал выступление президента накануне спецоперации, такой исторический часовой экскурс. Потому что нету истории для политологов. Хотя история своей страны должна быть на всех гуманитарных и не только вузах. Они хорошо знают два языка, но они не знают, кто был министром иностранных дел перед Лавровым. Я говорю про кузницу кадров. И это же получается не их вина. Это беда нашей системы образования. Так мы кого готовим? Мы винтиков готовим, которые будут пользоваться инструментами анализа, но не зная сути проблемы. То есть получается, что вот те троечники, которые сегодня в Евросоюзе принимают решения в экономических ударах по России, вот они имеют такое же образование. Вот мы сами же своими руками таких же и здесь выращивали. поэтому важно, кто будет стоять у истоков формирования концепции реформирования вузовской подготовки. Повторяюсь, в контексте с прочной вазки с школьным образованием. Это процесс, конечно, длинный. Да, и, кстати, мы забыли очень важную вещь сказать, чтобы болонская система, она замышлялась еще и как экономический проект. Буржуины же они всегда деньги считают. Магистратура платная, как правило, везде. Редко, когда есть бюджетные места, либо это грантовая система, но в основной массой все равно учатся платно. И это колоссальные средства, которые попадают в те страны, куда приезжают студенты, тем университетам, где они учатся и так далее. Отсюда вот это рейтингование университетов. Студент хочет учиться в лучшем университете, естественно, там оплата выше и так далее. То есть, это коммерческий еще проект, политический и коммерческий. Ну, я уверен, что и в России, да и в Беларуси тоже, а еще лучше, чтобы эти люди соединились вместе, достаточно светлых голов, которые способны выработать принципы, правильные принципы образования и школьного. Безусловно, это самое, наверное, тоже важное, потому что все там закладывается еще. и среднего, и высшего образования. Главное, чтобы политическая воля, конечно, тоже их поддерживала в этом плане. нам это очень важно, перейти совершенно на новый этап развития осознания себя в этом мире, да, и обретения вновь полноценного суверенитета, потому что баломская система — это отсутствие суверенитета в системе образования. А без формирования нового человека, вот человека будущего, да, человека-творца, никакой независимости, ни о каком суверенитете не может идти речь. Поэтому мы можем только пожелать, что чиновники от науки все-таки будут решать не свои корыстные цели и задачи достигать, а будут выполнять волю президентов стран и ориентироваться на решение национальных значимых задач, задач, направленных на защиту наших государств. — Ну просто тогда и все остальные вопросы, которые мы в том числе обсуждали в этом разговоре, они будут решаться гораздо эффективнее, быстрее и проще, как мне кажется. Когда умные люди, они еще и хорошо образованы, ну потому что не всегда это одно и то же, это всегда полезно. Спасибо вам огромное за этот разговор и за ваши ответы. — Спасибо, всего доброго. — Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok